С 1 января 2015 года должен измениться порядок начисления пенсии. Она будет рассчитываться по-новому. В ноябре депутаты Госдумы приступят к рассмотрению целого пакета документов, связанных с изменениями пенсионной системы. О предстоящих новшествах говорили сегодня на видеоконференции в Москве. Она проходила в режиме онлайн во всех территориальных органах Пенсионного фонда страны, в том числе и Чувашия. Проекты законов, внесенные правительством в Госдуму, сообщил министр труда Максим Топилин. Документы прописывают изменения в страховой и накопительной пенсиях. Новую пенсионную формулу предлагается использовать только при расчете страховой пенсии. Правила для назначения накопительной остаются прежними. Новым порядком уходят от абсолютных цифр в рублях. Вводятся индивидуальные пенсионные коэффициенты. Ими оценят каждый год трудовой деятельности. Стоимость годового показателя ежегодно будет определять правительство. Она не может быть меньше прошлогодней. Отдельные коэффициенты предусмотрены за службу в армии, уход за маленькими детьми, ребенком-инвалидом, гражданами старше 80 лет. При выходе на пенсию все годовые коэффициенты будут складываться, а потом переводиться в рубли. Словом, новая пенсионная формула призвана отменить существующую уравниловку. Сейчас размер трудовой пенсии зависит в первую очередь от объема страховых взносов, которую уплачивает работодатель за своих работников. Причем длительность трудового стажа не влияет на размер пенсии. Достаточно пяти лет при хорошей зарплате, чтобы получать такую же пенсию, как и трудившимся всю жизнь. Если новшество одобрят депутаты, на пенсию будут влиять и стаж, и уровень зарплаты. Именно легальной, подчеркивают в Минтруда и Пенсионном фонде. Требования к стажу ужесточаются. Вместо пяти лет, необходимых для получения права на пенсию, прописано 15. Между тем, пенсионный возраст остается прежним. 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Но новая формула составлена так, чтобы стимулировать тех, кто готов поработать подольше. За каждый год более позднего обращения за пенсией предусмотрены соответствующие премиальные коэффициенты.